Во Дворце спорта видно сегодня многолюдно. Здесь собрались жители Ленинского городского округа, претендующие на губернаторскую премию «Наша Подмосковья». В этом году от муниципалитетов в премии участвует 160 человек. Один из этапов ежегодной премии «Наша Подмосковья» – защита проектов. Сегодня, на протяжении всего дня, во Дворце спорта свои проекты представят более 120 жителей Ленинского округа. Главный критерий оценки – социальная значимость. Каждый год условия конкурса меняются. В этом году иметь инициативную группу не обязательно. Проекты принимают по четырем номинациям – «Прорыв», «Экология», «Творчество» и «Духовное наследие», «Волонтерство» и «Благотворительность». В этом году также изменено количество премий. Их всего будет тысяча на всю Московскую область. И все премии равнозначны по 180 тысяч рублей. Поэтому конкуренция в этом году очень большая. Юрий Шиловский – учитель технологии в Бутовской школе номер два. На премию он пришел с очень важным проектом – проблемой утилизации так называемых мусорных хвостов. Всего того, что остается после сортировки отходов. Он предлагает воспользоваться опытом немецких коллег, которые научились экологично утилизировать остатки сортировки. Когда мы сжигаем мусор, это, во-первых, дорого, а во-вторых, на сегодняшний день это остается шлам. Опять-таки тот же сожженный мусор куда-то нужно деть. И он опять будет создавать некоторые неудобства. А неудобства некоторые – это называется опять завалы, эти опять те же свалки. Чтобы эти свалки утилизировать раз и навсегда, мы предлагаем его перерабатывать в нужные материалы. В случае победы Юрий Шиловский вместе с учениками планирует сделать действующий миниатюрный макет завода по переработке мусорных хвостов, чтобы наглядно продемонстрировать общественности, как работает немецкая технология. В этом году много проектов связано именно с экологией. Например, эколог Андрей Букин в своем проекте предложил на территории муниципалитета развивать лечебные сады, высаживая как можно больше зимостойких грецких орехов, которые оказывают благотворное влияние на органы дыхания и нервную систему. Много проектов было связано с благотворительностью и творчеством. Почти все соискатели уже знают, на что в случае победы потратят губернаторскую премию. На следующий год мы дальше будем продолжать развивать экологическое воспитание детей. И мы хотим сделать благотворительную акцию. Также будем сажать урожай и помогать бабушкам, дедушкам, одиноким. Частично благотворительность, частично на саморазвитие. За шесть лет проведения премии в ней приняли участие более 230 тысяч жителей Подмосковья, в том числе более двух тысяч из Ленинского округа. 271 житель муниципалитета был удостоен звания лауреата. В этом году итоги подведут в ноябре. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.